И вновь всем здравствуйте и добро пожаловать на пятый этап тура Хайнаня. Вот он экватор этой замечательной китайской гонки, которая проходит вокруг хорошо нам всем известного уже острова. Действительно, пятый день подряд какой-то просто экстремальный темп, как будто бы это не конец октября, начало ноября. А самое начало сезона, когда все свежие подошли и рвутся в бой. Интрига по-прежнему жива. Более того, с каждым этапом мы видим, что все больше и больше гонщиков заряжены бороться за победу в генеральной классификации. Что касается победы на этапах, то вчера вновь не было равных спринтеру команды Вильер. Тристина Селеталья, Якобу Маречко, который одержал свою уже третью победу на этой гонке. И в сумме эта победа стала для итальянца 12-й в сезоне. Включаемся мы сегодня чуть позже запланированного и чуть позже, точнее даже не чуть-чуть, а прилично позже по километражу, нежели ожидалось. Потому что остается всего-навсего 27,5 километров до финиша. И в очередной раз сегодняшний этап, который протяженностью 167 километров пролетели с какой-то невероятной скоростью. Давайте вновь нашим любимым делом займемся. Будем считать. И видим мы, что заканчивается третий час гонки. Уже гонщики преодолели практически 140 километров. 140 километров менее чем за три часа. Ну я думаю, что вы легко можете посчитать, что средняя скорость получается в районе, ну страшно даже произнести такую цифру, 46-47 километров в час. Как на такой гонке с участием команд проконтинентального и континентального тура, ни одной команды протура тут нет. Такие скорости изо дня в день, пятый этап подряд, ну это просто-напросто удивительно. Плюс можно было бы говорить о благоприятном попутном ветре. Да, он порой присутствует, но ведь это гонка, которая по сути проходит по периметру острова Хайнань, который имеет такую овальную форму. И вот половину этого овала уже преодолели. Так что хочешь не хочешь, но каждый раз ветер вслед за направлением гонки меняться не может. Так что действительно стоит отметить, с какими запредельными скоростями проходят события. Был на наших экранах сейчас Мартин Ласс, гонщик команды Дельку Марсель Прованская ТМ, спринтер. Из Эстонии, обладатель зеленой майки. Точнее, сегодня на старт он вышел в зеленой майке. Принадлежит она якобы Марэчко, но поскольку сам итальянец в желтой майке лидера генеральной классификации, то по наследству майка очковая досталась именно гонщику Дельку Марсель Прованса. Ну и, кстати говоря, на будущий год нет контракта у Мартина Ласса. И его соотечественник, другой эстонский гонщик, в твиттере забавно написал, что как же так у второго по силе спринтера Тура Хайнане. До сих пор нет контракта на будущий год. Но насчет второго по силе я бы, если честно, поспорил. Все-таки есть Йон Берастури, испанский Баско из команды Юкио. Но, тем не менее, и Мартин Ласс находится совсем неподалеку с точки зрения своих сил. И ко второй позиции в плане потенциальной силы спринта он входит. Теперь немножко о том, как складывались события сегодняшнего этапа. Был ранний отрыв, который достаточно быстро добрали. Затем уехал еще один, в котором были Оскар Пуэлл из Юкио. Также Дженнер, Кастильо, Фрисеки, Мейли, Редер. Однако, через какое-то время к ним присоединился еще и Демар. В итоге этот отрыв нейтрализовали. После чего последовала новая атака и сценицировали ее Алексис Картье и Бенджамин Прадес из Юкио как раз-таки. После чего присоединились к ним еще несколько гонщиков. Это Шпеглер из швейцарской команды и Линхард из Воральбека. Достаточно сильный гонщик. После чего начали они увеличивать свое преимущество. И на данный момент оно составляет 42 секунды чуть более чем за 20 километров до финиша. Ну и разумеется, преследование ведут гонщики Вильер Трестины. Во-первых, в их рядах лидер генеральной классификации Яков Маречко. Во-вторых, конечно же, не стоит забывать, что сегодняшний этап также очень хорошо Маречко подходит. И очень хочет он одержать свою четвертую победу на этой гонке. Но еще хочет одержать он как минимум три. Связано это с тем, что за одной очень и очень престижной целью он гонится. Какой именно, поговорим после небольшой паузы. Возвращаемся на дистанцию пятого этапа. Ну и вот как каждый раз-то это происходит, я удивляюсь. Как только реклама, сразу же следуют завалы и падения. И давайте смотреть, кто тут у нас пострадал. Ух, жесткое, жесткое падение. Учитывая, с какой скоростью этап шел и с какой скоростью сейчас двигались. Тут Майкл Фрайберг, хороший финишер из команды Айзови Спортс Виз Уэллнес. Оказался на асфальте. Также находим тут Аксин Ванга из Киеви. Лук Сайклинг Тим. Ну и, конечно, это очень неприятно на такой скорости улететь за обочину. На самом деле, за обочину, может быть, тут еще и не так плохо было бы. А вот на асфальт прямо хорошо. Хоть вот без этих бетонных столбиков, которые сейчас проезжали, обошлось. Здесь неприятная ситуация. И очень-очень надеемся, что серьезных повреждений никто не получил. Но в очередной раз мы отмечаем этот злой рок, который преследует, я не знаю, комментаторов или трансляции нашей кота. Мы уходим на рекламную паузу. Обязательно происходят падения и завалы. Ну, похоже, их отменить надо с целью безопасности гонщиков. Совсем немного остается до развязки. Так, давайте посмотрим. Майкл Фрайберг все-таки садится обратно на велосипед и готовится продолжать гонку. Ну, а вот для кого-то ситуация совсем неприятная. Один из гонщиков сейчас очень прилично приложился. Кто же это? Тут же скорая, оказывается. Он в сознании. Это сейчас видно. Скорее всего, просто очень сильно ударился головой. Возможно, не обошлось без сотрясения мозга. Рассечение туда. Ох, неприятно. По-моему, это Ченг Чучен. Дождемся официального подтверждения. Ну, какой же неприятный момент. Ну, а это на наших экранах Лукас Шпенглер, кончик команды Swiss Cycling, который находится в отрыве. Так же, как и Фабиан Линхард из Ворлбека. Ну, и так же, как Кортье и Прадес, которых ранее мы уже называли. Да, жесткое падение, которое явно не скрасило картину от этой гонки. Перед уходом на рекламную паузу обсуждали мы задачи якобы Моречко. И помимо побед на этапах, и помимо того, что он говорит о том, что, в принципе, если будет хороший у него запас, то, возможно, постарается он высоко подняться и в генеральной классификации. Еще также задача определенная, я думаю, которую в голове держат Якуб. Это догнать двух гонщиков Quick-Step Floors, Марселя Кителя и Фернандо Гавирио по общему количеству побед. В сезоне у немца и колумбийца их по 14, у Моречко на данный момент 12. Он догнал Петера Сагана и сейчас делит с ним третью строчку. Еще пять этапов, включая сегодняшний, остаются на туре Хайнане. И вот этот вот молодой человек в желтой майке, Якуб Моречко, вполне может хотя бы три из них выиграть. И в таком случае мы знаем, что у нас будет новый лидер сезона и, скорее всего, уже окончательный по количеству побед. Да, понятно, что у Моречко они добыты не на таких крупных гонках, как у Кителя и Гавирио, но в данном случае это имеет второстепенное значение. Вот само число побед главнее показать. 56 секунд. Смотрите-ка в запасе у квартета лидеров. И уехали туда очень солидные гонщики. Еще когда я следил за трансляцией в Твиттере, когда еще не пошла у нас телекартинка, сразу же подумал о том, когда увидел, кто уезжает, что догнать будет их проблематично, потому что особенно, наверное, Линхард и Шпенглер и Прадес гонщики высокого уровня. Опять же, если брать во внимание средний уровень составов команд на туре Хайнане, это, по сути, лидеры своих команд Бенджамин Прадес, это гонщик команды Юки японской, и мы ждем от него особой активности на седьмом королевском горном этапе тура Хайнане, но он уже сегодня поехал вперед, и похоже, что у его атаки есть перспективы. Ну и про Фабиана Линхарда можно сказать, что гонщик, обладающий очень и очень неплохим потенциалом. 93-го года рождения в сентябре исполнилось ему 24 года, отличный сезон он проводит. Третьим был на престижной немецкой гонке Рундунг Кёльн, проиграл только Грегору Мюльбергеру из Боро и Матсу Шмидту из Катюши. Также, помимо этого, третье место на швейцарской однодневной гонке Туру Берна. Проиграл Браму Вельтону и Филиппо Фортину. Ну и много-много хороших достижений, много хороших результатов. Даже принял участие в групповой гонке чемпионата мира в норвежском Бергене. Добрался до финиша, стал сотым. Ну а затем тур в НД 1 октября, и Линхард третий после Кристофа Лапорта и Юстина Юля. Еще одна неплохая отметка в его списке результатов. Ну а у нас еще одна, будем надеяться, небольшая пауза. Возвращаемся на дистанцию пятого этапа. И посмотрите, какие серьезные повреждения тут у гонщика команды РТС Монтон, Рейсинг Тима, Полихрониса Цорцакиса. Греческий гонщик достаточно сильный. Сейчас он сумел вернуться в основную группу, но очень прилично ободрал он плечо. И, конечно же, сегодня ночь для него будет очень непростой, потому что как лежать, когда вся кожа на плече ободрана, как вообще нормально спать, это традиционные такие проблемы для гонщиков с обостренной асфальтовой болезнью. Тем временем 45 секунд у нас за 15,7 километров до финиша. Тут каждая сотня метров имеет значение. Все еще очень неплохо и очень слаженно работает группа отрыва. И все еще, на мой взгляд, определенные перспективы у них остаются на то, чтобы все-таки дотерпеть до финиша. Пятый этап, давайте чуть подробнее о нем. Стартует он из города Данжу, где я вчера финишировал этап четвертый. Едет по направлению к побережью на юго-запад, после чего, настигая побережье, вновь уходит в глубь материковой части к городу под названием Чанг-Янг. Протяженность этапа 167,5 километров. И как раз в Чанг-Янге и будет финиш. Будет уже совсем-совсем скоро. Если говорить о профиле последних километров, то тут, в принципе, ничего нового. Равнина все ровная, как стол, без каких-либо неровностей, без каких-нибудь холмов, без каких-нибудь сужений или же крутых поворотов. По крайней мере, на роутбуке именно такую информацию мы получаем. Хороший, быстрый, скоростной спринт должен быть. Опять же, должен быть, если сумеют отрыв нейтрализовать. Так, ну а тут, исходя из твиттера официального тура Хайнаня, получаем мы информацию, что Антони Джакопо из команды Айзови Sports Wellness был дисквалифицирован с гонки. Интересно, за что? Джакопо, кстати говоря, вчера был третьим на этапе. Плюс Джакопо, пожалуй, лучше остальных из спринтеров. Этот австралиец умеет терпеть в гору и вполне мог бы вытерпеть и на седьмом этапе. Так что расценивали его как одного из претендентов на высокое место в генеральной классификации. Но вот такое сообщение о дисквалификации. Надо уточнять, в чем дело. Как так вышло? Ну, в любом случае, завтра мы точно сказать уже это сможем, но, опять же, исходя из официального твиттера гонки, Антони Джакопо был дисквалифицирован. Ну, возможно, за то, что пострадал завали и после, пытаясь догнать группу, очень много времени сидел за машиной сопровождения. Такая версия первой приходит в голову. Или, может быть, даже держался за машину. Вообще, на этой гонке очень строго. Помним, мы короткий первый этап, 88 километров протяженностью всего. И там тоже были падения. И ряд гонщиков получили серьезные повреждения и не сумели вписаться во временной лимит. И никого, ни тех, кто просто не вписался, ни тех, кто упал и по этой причине не успел доехать до финиша, никого не простили организаторы, всех сняли. Да, это жестко, как сейчас принято говорить. Тем временем моделька Марсель Прованса активно подключается к преследованию лидеров. И наряду с Вильером активно догоняют. Возможно, они верят в перспективы Мартина Ласса. Возможно, его и вторая, третья позиция на этапе вполне устраивает. Набирать еще очки в зачет зеленой майки. И, по крайней мере, носить ее у себя на плечах до того момента, пока желтая майка на плечах якобы марэчка. Еще немного отыграл пилотон у четверки лидеров Алексис Кортье, Лукаш Пенглер, Оскар Пуоль и Фабиан Линхард. Вот такая вот первая группа сильных гонщиков, которые уехали вперед. Сейчас сильный ветер, мы это хорошо видим. Не сказал бы, что попутный, скорее, такой попутно-боковой, что, скорее всего, все же должно помогать отрыву, нежели мешать. И за машинами сопровождения отрыв пока прячется от пилотона. Но другой вопрос, что пилотон вот эти машины прекрасно видит и понимает, где группа отрыва находится. Правда, зрительный контакт непосредственно с гонщиками еще не установлен, а это тоже важно. Давно нам не показывали, сколько именно километров сейчас остается до развязки этапа, но по интенсивности работы группы, по интенсивности работы отрыва, видно, что немного. 12 километров, если быть точнее. Все еще невероятно быстро, все еще молниеносно. И уже до конца этапа так и будет происходить. У нас события развиваются. Это 40 секунд. Но пока не слишком эффективно догоняет Вильер. Все те же гонщики. Вначале работают по традиции Раджо и Кашевой. Дальше включаются функции Моско-Турин. Ну и Жупа разгоняет марычку. Югер-Жупа, албанский гонщик команды Вильер, является последним колесом главного спринтера не только Вильера, но и в целом всей этой гонки. Вот 46 номер Ильи Кашево, белорусского гонщика. Сейчас мы его видим на наших с вами экранах. Но, судя по внешнему впечатлению, Вильер все еще контролирует ход этапа и уверены, что отрыв догнать сегодня сумеют. Вытягивается основная группа в струну практически везде по одному. Кого-то отсекло завалом, но в любом случае темп очень высокий и никто не хочет ничего противопоставить Вильеру. Всех вполне устраивает развоз этой команды. Ну и, возможно, будут пытаться что-то сделать с колеса. А марычку, хотя мы уже один раз видели, что эта затея не самая лучшая. Единственный этап, который марычка проиграл, это был этап под номером один. Короткий этап на 88 километров. Не лучший развоз был в исполнении Югерта Жупы, да и вообще работа в исполнении Вильера. В итоге с хорошей позиции Йона Берастурии вылетел вперед и сумел одержать победу, выйти на второй этап в лидерской желтой маке. Ну а марычку пришлось день подождать, прежде чем желтая майка перейдет к нему. И сейчас до сих пор на ее удерживать. Над большинством гонщиков в генеральной классификации он имеет преимущество в 37 секунд. Ну, над всеми теми, кто бонификационные секунды не получал. Ну вот отсюда внешне кажется, что пилотун уже очень близко, но это обманчивое впечатление. Как обычно, подобного рода камера не лучшим образом отображает масштаб происходящего. Ну а то, что гонщики впереди оглядываются, говорит о том, что сил в ногах у них остается не так уж и много. Атака пошла. Стандартная атака, которую мы очень-очень часто видим. Как только один из гонщиков сдает смену, другой спуртует вперед. И это вот так вот дерзко даже, по сути, поступает именно Лукаш Пенглер. Ну вот, похоже, первым сдается все же Кортье. А Линхарты... Линхарт, Шпенглер и Прадес остаются впереди. Менее 10 километров до финиша тем временем. Графика дает нам 36 секунд, но на деле уже проще с вертолетного плана и с камеры на мотоцикле ориентироваться, потому что прекрасные пелотоны и основная группа помещаются в один кадр. Ну вот, центральная часть пелотона. Тут несколько кучнее, нежели в голове этой группы. Но скорость та же, и скорость очень-очень высокая. Последняя возможность у разных команд подвести своего спринтерского лидера в голову пелотона, потому что потом уже будет слишком поздно. Мы видели большую активность от украинского коллектива Кулс и от Бордиани ЧСФ. На предыдущих этапах сегодня они пока в спринт особо не лезут, хотя Бордиани выстраиваются. И как раз за зеленой командой итальянской мы видим цвета украинского коллектива Кулс. Но Вильер и Делько Марсель Прованс пока две самые активные команды. Ну а Шпенглер, Пухол и Линхард не сдаются. Так, Пухол пишет, нет, был же у нас Прадос в этой группе. Изначально писали про Прадоса и в Твиттере гонки, и титры у нас были подобные. Пухол был у нас в первом отрыве. Подождем подтверждение. Марычка своей с традиционной посадки готов сегодня одержать четвертую победу на туре Хайнане. Тринадцатую в сезоне. Ну и похоже помешать ему в этом могут даже скорее не спринтеры, которые в группе сейчас остаются, а гонщики в отрыве. Они большую опасность для Марычка представляют. Двадцать семь секунд вот обновилась графика, хотя мне, если честно, кажется, что еще меньше сейчас остается в запасе у группы отрыва. Один за другим гонщики Вильера уже начинают сдавать смены окончательно на убой пошли. И действительно сейчас уже идут не сменами, а на износ. Четыре развозящих, похоже, остается у якобы Марычка. На самом деле для отметки в семь с половиной километров до финиша это маловато. Очередная вот эта длиннющая прямая. И может быть даже тоже ложное впечатление складывается у гонщиков Вильера, что отрыв совсем близко. Но на деле секунд двадцать-тридцать все еще присутствует. И по-прежнему здорово смотрится Линхард, Шпенглер. И осталось понять, Прадос это или же Пуэль. Ну, при поле детальном рассмотрении сможем понять. Семь километров до финиша и все те же 30 секунд дает нам графика. Вильер активно пытается что-то предпринять, но сил в ногах осталось не так много. Не стоит забывать, что эта команда работала все предыдущие четыре этапа. И мы видели, как тяжело им эта работа давалась на отдельно взятых интервалах. Ну и сейчас это может сказаться 35 секунд. Неужели действительно растет преимущество отрыва? Неужели сумеют они обмануть основную группу? Ну, вот официальный твиттер подтверждает все-таки, что это Прадос. Значит, ошибка была в графике и титре, которые нам давали. Но правда в твиттере написано, что 20 секунд сейчас между отрывом и основной группой, а не 35, которые нам рисуют. Не знаю уж кому верить. Давайте просто смотреть за развязкой этого этапа. Ну, вот не самый лучший кадр сейчас с мотоцикла. Тут очередная хорошая смена, мы видим, в исполнении Линхарда была. Похоже, что отрыв верит в свой успех и, наверное, очень обидно должно быть Алексису Кортье, который все-таки не выдержал этого темпа и принял решение не упираться, а вернуться в основную группу. Ровно 6 километров 35 секунд, судя по графике. И вот так вот внешне тоже кажется, что пелотон все еще достаточно далеко. И у этого трио неплохие шансы впервые обмануть пелотон и не позволить судьбе этапа решаться в массовом групповом спринте. Ну вот заезжают гонщики уже сейчас в местечко под названием... Так, сейчас, чтобы вас не обмануть, точно выговорю Чанг-Янг, где сегодняшний финиш этапа и должен состояться. Ключевая связка поворотов уже преодолена и сейчас самые интересные и самые главные события разворачиваются. Так, ну вот тут пишут, что Пухол. Пытаюсь рассмотреть номер. Мне кажется, что все-таки это 141, значит это Прадос. Нет, знаете, 142 действительно это Оскар Пухол, это не Бенджамин Прадос. Наверное, странно было бы, если Прадос поехал на подобную роду этапе. Ну а вот теперь еще и общий план. Да, действительно, это не Прадос. Ну если доеду в таком составе до финиша, я бы, наверное, все-таки поставил на Линхарда. Но это при прочих равных, о каких-то прочих равных тут говорить смысла нет, потому что достаточно долго уже держится в отрыве, ребята, и у каждого разное количество сил потрачено. У кого-то более свежие ноги, у кого-то менее. Линхард фаворит, но я бы сказал, что, может быть, у него есть 40%, а у двух других по 30%. То есть фаворит очень и очень условный. 29 секунд по последней информации. Бордиани пытается подключиться к преследованию, понимая, что у Вильера, похоже, сегодня не все получается. Но не слишком ли поздно они спохватились, потому что сейчас у Марычка это, по сути, остается два помощника. Отрыв стабилизировался и держится в районе половины минуты, 30 секунд. А до финиша все меньше и меньше. Ну и, в принципе, ситуация такова, что Марычка на данный момент даже и лидерскую майку может потерять. Поэтому в любом случае догонять нужно. Линхард, конечно, одна смена лучше другой и явно свежесть в ногах у него по-прежнему присутствует. Пытался до этого дергать Шпенглер, но очень легко играючи его атаку закрыли все, кроме Кортье. Три километра до финиша тем временем и уже процентов 90, мне кажется, можно отрыву отдавать. Но если сами не заиграются, если раньше времени не начнут делить шкуру неубитого медведя, то должны сегодня этот этап разыгрывать гонщики в отрыве. Пилотон будет нестись до последнего, тут уже тормозить никто не станет. Но судьба отрыва, похоже, уже в руках самого отрыва. А такое бывает крайне редко. Ну вот сразу несколько команд начинают выезжать вперед. Пытаясь что-то противопоставить. Два километра остается. Пожалуй, секунд 20 еще в запасе у отрыва есть. Их может вполне хватить. Не показывают нам, где сейчас пилотон. Поворот отрывом преодолен. Это тоже на руку. Беглецам, потому что пилотон, разумеется, этот вираж пройдет медленнее. Метров 200-300 преимущество отрыва. Этого должно хватить. Тут еще и швейцарская команда выходит вперед и тормозит группу. Все. Пилотон отчасти смирился. Лас пойдет бороться за промежуточные очки. На финише этапа с четвертого места. Не знаю, уж будет пытаться что-то моречку показать. Но сегодня Вильер с задачей своей не справились. Они отрыв отпустили. Отрыв опасный. И похоже, отрыв сейчас разыграет между собой победу. Пухол. Мощная смена. Шпенглер садится с трудом к нему на колесо. Линхард пока выглядит наиболее убедительно из этой троицы. И вот в данный конкретный момент я бы поставил именно на гонщика команды Воральбек. Посмотрите, пилотон-то оказывается ближе, чем казалось изначально. Неужели шансы есть? Последний километр уже начинают смотреть друг на друга. Понимают, что сейчас можно потерять все, что было нажито непосильным трудом на последних 800 метрах. И это было бы очень и очень обидно. Где-то 50 метров в запасе отрыва. Делько Марсель. Прованс КТМ организует преследование. Но если отрыв отдаст этот этап, то это будет исключительно на их совести. Потому что последние 2-3 километра работали они не слишком добросовестно. Вильер и Югер Джупа повезли Маречко. Маречко уже видит группу отрыва. И надо ему заранее будет начинать спринт, если он хочет сегодня выиграть. И неужели? Но отрыв, похоже, все-таки нейтрализует. Так и есть. Примерно за 300 метров до финиша. И вот он, суперразвоз с Джупой на якобы Маречко. Вылетает итальянский финишер. И с первой позиции будет продавливать. У него в очередной раз нет, по сути, конкуренции. Но попробует Ла что-то сделать. Он пробует, но бессмысленно. Слишком мощен Якуб Маречко. Четвертая победа подряд. Четвертая победа на туре Хайнаня. И тринадцатая победа в этом сезоне. Остается всего-навсего одна. До Марселя Кителя Фернандо Гавири. Ну как же так отрыв не выстоял? Казалось, что все уже в их руках. Большой запас был за два километра до финиша. И все растеряли. Ну может быть действительно силы закончились. А может быть заигрались. Очередной супербыстрый спринт. Есть очередная ранняя атака и ранний спринт Якуба Маречко. И очередная его победа. Сейчас будет благодарить он своих напарников по команде. И действительно без них сегодня вряд ли бы у него что-то получилось. На грани все было. И пожалуй, да, был этап, где Джордан Чин практически дотерпел до финиша. Добрали за 800 метров. Но тут добрали за 300. Но вот яркие, красивые и очень быстрые этапы получаются на туре Хайнани. И это не может не радовать. У нас сейчас еще одна небольшая реклама, после которой будем подводить итоги. Уставшие, но довольные Якуб Маречко отмечать начинают уже сейчас свою четвертую победу на этом туре Хайнани. Жаркий сегодня этап, солнечный день, температура под 30 градусов и очень высокая влажность. Но вот Кулик, похоже, с Ласом зарубились за второе место. И эстонский финишер команды Делько Марсель Прованс КТМ оказался быстрее. Очередно раз непонятно, кто из Бордиани спринтовал. Предположу, что Пауло Симеон это был не слишком, но здорово сегодня осмотрелся Аберастуре. Много дергался и в итоге побороться с Маречко не сумел. Ну а Лас просто следит на колесе у Маречко и даже не пытается, как правило, с него выйти. Сегодня получилось выйти с колеса Андрея Кулика, но это максимум, на что Лас в данный момент способен. Это Илья Кашевой как раз на ближнем плане. Результаты. Маречко, Лас, Кулик, Надон, Симеон, Шиган, Маэстри, Бенхамуда и Юрия Рупник замыкает девятку сильнейших. Там меняется десятка сильнейших, не меняется только первая строчка Якуба Маречко. Еще 10 секунд бонификации, между прочим. Посмотрим, что на горном этапе Маречко сумеет показать. Его амбиции в генеральной классификации становятся все ощутимее. Что ж, таким получился пятый этап Пурахайнани. В очередной раз суперскоростной, под 50 км в час средняя скорость. Невероятно быстро и все пять этапов, как на подбор, один лучше и стремительнее другого. Впереди еще 4 этапа Пурахайнани. Разумеется, наш телеканал Евроспорт 2 их все покажет. Сегодня уезжали отрывы, их достаточно быстро догоняли, ликвидировали. Затем уезжали новые, последние из которых чуть было не дотерпел до финиша. Однако, усилиями Делька Марсель Прованска Тэм, усилиями Вильер Кристины Селетали, а затем еще нескольких команд, все-таки получилось на последних сотнях метров отрыв ликвидировать, отрыв добрать. Ну и очередной спринт. Ну а на этой гонке в спринте Якубу Марычко равных нет. Так что четвертая его победа в очередной раз в доминирующем стиле, без каких-либо вопросов, с преимуществом велосипеда, а то и больше. Ну вот отважные ребята в отрыве Шпенглер, Линхард, Пухол. И вот он итоговый спринт. Отличный развоз исполнения Югерта Жупы и Якуб Марычко за 250 метров, чуть даже побольше. Начинается ускорение и по сути никто с колеса даже близко выйти так и не смог. Вот этот вот супер агрессивный стиль, голова ниже руля, такой же как и у Калиба Юина, уже много раз мы его отмечали. Что ж, на этом наша сегодняшняя трансляция подходит к концу. Завтра будем рассматривать различные расклады. Ну а встречаемся, кстати говоря, в 8.30 по московскому времени, 6.30 по центральному европейскому, шестой этап из Чангьянга до Сани. 219,5 километров, даже чуть побольше. Неужели вновь будет такая высокая скорость? Ну а на сегодня все. Для вас работали звукорюсер Сергей Анашкин, ваш комметатор Атарма Мучашвили. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok